друзья мои доброе утро снова на канале она ольга николаевна и мы сегодня я хочу вернее с вами поделиться одним рецептом недавно я этот рецепт услышала может быть он старинный может быть он каких-то народностей если кто-то знает поподробнее происхождение этого можете мне написать я тоже буду знать потому что иногда меня мои девочки поправляют и правильно делают что я будучи живя в питере питая в петербурге точнее сказать а то это некрасиво будет сказано в санкт-петербурге значит когда мы с вами гуляли парк трехсотлетия шли и я на это нашу вышку лахта центр как бы немножко усомнилась по поводу высоты я конечно озвучила на память как-то не особенно я этой целью задавалась то что у меня прогулка такая как бы не совсем ну было так сказать чтобы я подготавливалась и там вспоминала и более точные цифры и даты вот сколько как бы я знаю что в голове у меня это есть цифра и я ее называю ну знаю что вроде как я не должна ошибиться и я называю высоту общую высоту значит четыреста семьдесят а меня поправляют и правильно делаю да оказывается четыреста шестьдесят два и семьдесятых вот такая вот высота нашей лахта центр башни да да правильно сделали потому что я же округлила немножечко я конечно сказала что и смотровая у нас она немного ниже находится на триста шестьдесят метров то есть туда можно подняться естественно на лифте естественно туда все понаблюдать посмотреть а вот это тоже существует но там и рестораны есть и смотровые и развлекательные в том числе и еще там какие-то заведения озвучивать мы все не будем это ни к чему вот так что поправляйте и сейчас вот опять я вам говорю что я вот это блюдо услышала услышала да и мне даже понравилось это блюдо я первый раз это слышу и знаете как как она выглядит это блюдо значит я замесила тесто тесто очень простое это мука это вода соль все больше ничего вообще теперь значит я раскатала вот такую вот круглую как бы такую лепешечку круглую на нее мы кладем начинку начинка у нас состоит смотрите из лука и вот такого лука который я тоже порезала ну как бы кольцами и потом пополам то есть полукольца ну не очень чтобы они толстые были я нашинковала на своей терочке вот такие вот сделала полукольца и теперь мы сюда на эту раскатанную лепешку так бы тесто сказать на раскатанный круг мы обильно выкладываем вот этот вот лук прям знаете обильно не жалея вообще не жалея это называются луковые лепешки вот может кто-то поправит где это откуда вообще это взялось с какой территориально с какого места вот и вот смотрите вот так вот мы делаем я специально на этот стол перебралась хоть у меня тут не особенно приспособлена вот смотрите я значит вот таким вот образом сюда выложила этот лучок вы уже раз распределяю теперь я вот таким вот образом смотрите как бы в рулетик получается прижимаю закручиваю да смотрите вот так вот я закручиваю вот еще разочек а теперь я его вот этот рулетик разрезаю ну примерно сантиметра но я не знаю вот так вот пять это в зависимости на какой сковородке мы потом будем их жарить ну я имею ввиду какой диаметр вот так вот разрезаем таким вот образом вот смотрите я лишнее сейчас уберу вот сюда вот я лишнее уберу одну пока оставляю приготовила я муку теперь вот это отрезанный кусочек я хорошенько обваливаю в муке и начинаю раскатывать раскатывать то есть прижимать раскатывать вот так вот понимаете но я первый раз это делаю мы посмотрим что из этого получится мне сказали что очень вкусно просто очень вкусно сковородку я уже приготовила не добавила подсолнечное масло сейчас я раскатаю и мы эти лепешечки пожарим с двух сторон и как мне объяснили их можно кушать и так они обалденно просто вкусные можно вместо хлебушка можно вместо ну вернее как хлебушек с первым блюдом понимаете вот так вот то есть мне сказали что это просто очень вкусно и вот в том то и дело что этот лук такими довольно таки как бы крупными кусочками там получается не мельчи не мельчи мы его вот он конечно когда вот я сейчас раскатываю он почему мы его мукой присыпаем хорошенько потому что он дает сок я же его прижимаю он дает сок вот вот так вот смотрите я сейчас раскатаю эти нарезанные кусочки я пожарю и мы с вами продегустируем да продегустирую ну а нам бы с вами не мешало еще и побеседовать так сегодня я хочу сказать у нас а 7 мая до 7 мая и я еще сама не просветилась и с вами не поделилась этим так что а придется и нам с вами это сделать я вам скажу что сегодня какой у нас сегодня день а день у нас сегодня хороший а грустным не будем грусть тоском и уберем поэтому обозначим всемирный день веселья то есть отдыхаем отдыхаем не грустим наслаждаемся природой наслаждаемся прогулкой наслаждаемся какими-то встречами каким-то с приятными занятиями и так далее день лимонада да и пьем лимонад до пьем лимонад а то мы ведь забыли что оказывается лимонад у нас еще ведь существует и никуда не исчез так что пьем лимонад потому что сегодня день лимонада и еще хороший день день распахнутых окон понимаете это говорит о том что мы готовы наслаждаться природой наблюдать красоту в свое окно и так далее может быть даже кому-то увидим и познакомимся да и познакомимся и напоследок скажу что это всем известно день радио который отмечается на протяжении уже многих лет и изобрел радио мы все знаем это попов русский физик изобретатель а было это еще до революции то есть очень давно вот но мы не будем патриотические какие-то еще праздники вспоминать которых очень много как кто хочет узнает а впрочем может быть и не стоит того делать мы будем позитивней значит день лимонада день распахнутых окон и всемирный день веселья может быть веселиться она нет причин у некоторых но я надеюсь что не стоит грустить как я всегда говорю от этого все у нас не хорошо со здоровьем бывает так что грустить мы не будем а вот по поводу окон я вам расскажу одну историю да значит молодости у меня как бы она и сейчас существует правда она живет уже москве потому что детки там она уехала туда живет там и вот в свое время она познакомилась со своим будущим мужем да со своим будущим мужем и она жила на первом этаже многоэтажный дом на первом этаже жила и и каждая каждый день он бежал значит на работу утром и всегда оставлял ей ну веточку даже знаете вот просто сирени допустим да или там какой-то букетик цветов какой он мог позволить себе там может из клумбы сорвать может быть там что-то еще где-то приобретал и каждый день он шел на работу и ей оставлял букетик там или даже один просто веточку какого-то цветка вот пожалуйста это память уже на всю жизнь казалось бы мелочь такая да а вы посмотрите какое большое тут вот содержится вот это все как бы к чему все это насколько люди любят и так они показывали свою любовь это молодость это любовь это всегда хорошо приятно то есть вот так вот так что конечно меня не смотрят наверное молодые ребята люди наверняка не смотрят я им не интересно ну а вот такой момент вот если бы даже у них со своими девушками был мне кажется они бы помнили этого паренька надолго запомнили даже вот если такое что-то недорогое не как сейчас там телефон и того айфон и так далее вот такая мелочь казалось бы а вот представляете воспоминания на всю жизнь да вот такая вот история была моей жизни то есть мы прожили они естественно хорошо хорошо хотя вот еще хочу вам такой момент рассказать она была такая крупноватая ну и девушка видно было что она не да не будет по жизни такой худенькой а он какой-то щупленький вроде худенький все и вы знаете даже ее мама говорила ну ты же будешь крупная ты будешь не а он всегда будет худенький и вы как пара будете не так смотреться и так далее и все-таки она не послушав никого вышла за него замуж прекрасно прожили прекрасно прожили две дочки замечательных хорошо воспитанных да вот такой вот случай был да представьте себе можно влюбиться вот даже в поступки казалось бы не такие а там недорогие небо не за большие деньги и так далее я не знаю и сейчас я думаю возможно такие тоже бывают и случаи и встречи не все остальное так что вот так вот я вам рассказала вот такой вот незатейливый случай который у меня тоже как-то вот в памяти долго держится мне бы что помнить а вот помнится и все вот такое вот внимательное отношение молодость любовь влюбленность и так далее так что всем желаю всего наилучшего а сейчас мы пожарим а потом мы продегустируем лепешки луковые вместо хлеба и мы с вами их вместе увидим посмотрим и так далее я не буду ваше внимание за сдерживать как я их пожарю я уже приготовлю и тогда мы с вами попробуем да с вами на канале она ольга николаевна и до встречи снова мы с вами на канале она ольга николаевна мы с вами испекли вот такие луковые лепешки я вам уже говорила может быть кто-то только что включился повторю что тесто самое обычное вода соль замесили потуже раскатали начинку положили полукольцами лук свернули разрезали и эти разрезанные кусочки сантиметра по 4 которые оказались мы их раскатываем муки конечно хорошо проваленные раскатываем ну и если сковородка у нас там определенного диаметра то примерно на этой рассчитываем чтобы по одной как раз прожаривать на эту сковородку чтобы не пустая была не пустое дно общем чтобы все хорошо было вот такие вот получились луковые лепешки так они называются их делают я не знаю какие народности их делают вместо хлеба и кушаем с первым может быть и просто так и вот я наконец-то тоже решила попробовать такой вот рецепт сейчас мы с вами вместе это все продегустируем я с обеих сторон пожарила и вот они уже стопочки у меня стоят вот вы их видите вы их наблюдаете то есть мы сейчас с вами как раз и продегустируем ну я первый раз сама этот рецепт вообще слышала никогда не слышала никогда ни от кого не слышала именно с луком непонятное что-то не знаю может быть это знаете очень старинный рецепт как как я думаю я не знаю может быть я ошибаюсь что когда-то ну возможно недостаток продуктов был не так просто было там что-то я думаю что с давних старинных времен этот рецепт но это лично мое мнение говорю может быть я ошибаюсь и скорее всего эти народности какие-то придумывали ну блюда немножко измененные вот то что было что называется из того возможно и это все делалось лук понятно что если вы выращивали его он был свой всегда урожай давал независимо скорее всего от погодных условий ну и мука без нее никуда и чтобы разнообразить стол я так думаю что был придуман вот этот рецепт даже может быть ему стоит руками есть мой своеобразный вкус своеобразный своеобразный если конечно у кого-то большое желание есть можете попробовать попробовать можете ну вот я попробовала сейчас при вас ну не скажу что я сильно в большом восторге от этого блюда скорее всего знаете в наше время где бы они хорошо пошли я так думаю где-то на природе где-то там походный какой-то стол мы организовываем наверное вот тогда может быть мы избалованы или как говорят заелись может быть может быть но сейчас самом деле настолько большое изобилие а выпечка я считаю не только в нашем санкт-петербурге сейчас везде такая выпечка очень ведь хорошая вкусная всевозможные национальные даже я не буду перечислять и и чебуреки и всякие шавермы и хот-доги или еще там что-то кебабы всякие то есть разнообразная выпечка поэтому ну вот этот ну то что своими руками и ты знаешь что все у тебя чистенько все сделано как надо никакой антисанитарии ничего не туда начинку можно я считаю делать вот здесь вот место лука но абсолютно раз да какую угодно разнообразные кто что пожелает я так думаю этот луковые лепешки ну как бы они вполне съедобные ну не знаю не знаю не знаю у меня и лука вы видели прям было обидно не пожалела и так я пропекла хорошо и тесто по задуманному рецепту даже не записывала этот рецепт но не к тому что он очень сложный а просто вот ну чтобы как бы сделать это я не стала делать в одиночество в одиночестве думаю прям вам наяву все покажу а мое время знаете это как-то пошло пирог манник делали люди многие его делали ну тоже по моему его придумали этот рецепт тогда когда не было дефицит каких в общем-то продуктов был там и сладости и так далее и вот тогда ну и скорее всего по зарплатам какие-то проблемы были и вот скорее всего тогда и люди придумали этот манник я хочу сказать мы работали с одной женщиной ой как она нахваливала этот манник ой это так быстро готовится без проблем минимальные продукты и так далее ну так нахваливала что я тоже решила его сделать вот строго строго по рецепту меня его сделала я была не в восторге прямо скажу и с тех пор я его и никогда больше не хочу вот так вот может быть у каждого вкуса свои поэтому может быть еще по какой-то причине но я допускаю что я наверное неудачно сделала а у людей был удачный и поэтому они в восторге были возможно такое но не на мой вкус этот манник даже если кто-то и не я приготовила другой ну все таки не на мой вкус подобное с этими луковыми лепешками да вот казалось бы я должна хвалить и нахваливать а нет нет не то немножко это мы же привыкли уже к другим совсем продуктом избаловались конечно избаловались ну а что жизнь идет вперед все меняется в этой жизни и и продукты и то что готовили я помню как какую же я книгу читала это было очень давно по моему на горах в лесах вот еще та книга старинная и там тоже самое крестьянам праздник давали к их такой скудной пищи какую-то там селедку и это селедка была чуть ли не протушена уже потому что ее заготавливали бочками особенно знали кто ее будет кушать там не особенно то и и тряслись над ней чтоб она там хранилась как должна и вообще не испортилась и так далее но настолько было не было пищи разнообразной что вот именно селедка давалась даже в праздники представляете были времена такие да это давнишь времена так что по разному люди жили сейчас такое забили что редко чему удивишься кстати сегодня с вами начала завтракать даже за разговором забыла и водичку купить что ну кто желает пожалуйста вот такой рецепт не затейливый но я то вот считаю допустим например как бы все таки я бы лучше сюда зелень сыр добавила вместо лука понимаете я так все таки сделала или же даже пускай там грибочки какие-то или там еще что-то но мне вот дали такой рецепт точнее сказать не то что далее навяливали нет просто похвалили ну я решила думаю такого еще ни разу не слышала не видела пожалуйста испекла но место хлеба да с первым блюдом да вот так вот пожевать почему нет вот такие вот дела на сегодня грустить мы не будем как вы знаете у нас день веселья не будем больше не буду называть день веселья значит день лимонада день распах распахнутого окна так что пожалуйста в окно любуемся в окно лицезреем красоту весну запускаем солнечные лучи свежий воздух свежее дыхание весны и так далее и свежего настроения и каких-то изменений в нашей жизни и все мы это к себе в окно запустим а так как мы себе задумаем то естественно оно должно исполняться у меня сегодня день будет загружен вы знаете что я ремонтом занимаюсь вот хочу сказать еще вот кстати корюшку хотела купить дороговатое может быть где-то подешевле еще не встречу неплохую по качеству не подешевле потому что вот сегодня я решила сходить утречком в магазин и вы знаете там была корюшка по 600 рублей за килограмм сказали бывает и подешевле по 400 там и мельче даже по моему еще подешевле бывает а это 600 рублей ну я конечно покупать таком не стала куда это за корюшку 600 рублей за килограмм очень дорого хотя конечно я купила грамм пускай 300 300 я купила да ну может быть и можно было бы ну пока повременила оставила на потом вот так что луковые лепешечки вместо хлеба мы с вами продегустировали ну как всегда витамины киви витамин с всем полезен не очищены даже рекомендовать уже не буду а вы тоже его пробуйте я это знаю и думаю что вы довольны употребляете именно так у меня конечно есть одна история которую я вам ее бы рассказала но сейчас начну рассказывать это очень много времени займет очень интересная история про как бы семью или даже род какой такой был староверов вот очень мне хочется с вами поделиться когда я услышала эту историю мне показалось вот хоть фильм снимай вот фильмы показывают или там ну что-то документальное вот об этом времени как значит гонение было и так далее вот и а это на него понимаете вот я с таким человеком познакомилась услышала эту историю которая вот существует ну из первых уст что называется очень была удивлена очень интересно было я с вами тоже поделюсь ну а сегодня я не буду больше внимания вашего уделять а то мы как я как разговариваю с такой ой 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 не остановлюсь тогда теперь значит с вами попрощаюсь до следующей встречи пожелаю здоровья благополучия хорошего все таки насколько можно хорошего позитивного настроения хороших 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 выходных и веселых более-менее выходных чтобы не грустили встречались с родственниками со знакомыми всем здоровья благополучия еще раз повторяю с вами на канале она ольга николаевна подписывайтесь ставить ставьте лайки дизлайки ну и до встречи попрощаюсь